2 сентября ночью был легкий заморозок и все мой арбузик арбузеныш так не дозреет помидорки надо срывать и в дом относить чтобы созревали ходу здесь не тоже уже не дозреет все жести прям так перцы сгинули не увидишь это просто лифе замерзли тогда ты обрезал еще но я забрал обрезал до забрался перцем побольше который хотел жестко так всем было по прогнозу достаточно а тут тем более еще продувается ветрами конечно сюда думать на грядку пойдет в том году я такого не помню чтоб так морозы дали не морозы тут такая ситуация что якобы ветер шел с китайской было плюс 30 как только этот ветер поменялся у нас сразу пошел арктический на еще месяц спокойно то едва могло все расти вот другие сергея грядки смотрите даже базилик повел это все перцы здесь жесть конечно помидоры еще помидоры пришел значит на грядки где огурцы растут все огурцы тоже приехали их даже укрыл сеном чтобы меньше влага испарялась помидоры тоже все перцы перцы кстати еще не до конца все чисто макушки по отмирали интересно надо ли сейчас срывать перцы даже не знаю арбузы которые так не смогли пекинская капуста кстати не замерзла два качанщика еще у меня морковка тоже не замерзает морковки пофиг пошел на яблони посмотреть как на себя чувствует тут обнаружил такую интересную гусеницу интересно какого-то насекомого от какой бабочки или чего это настал вечер я сегодня весь день занимался печкой готовлю к зиме сегодня видимо будет первая растопка что температура думаю уже опускается ниже 21 градуса а сегодня ночью будет холоднее чем прошедшей ночью а если за прошедшую ночь все повяло все поморозилось то нужно срочно собрать все помидоры перцы зеленые пускай спеют в доме лежат уже потому что на завтрашнее утро они могут просто перемерзнуть мои помидорки это яблоки арбузные почему такие маленькие ну ничего следующем году все сделаем так это мои перцы не густо пекинскую капусту надо забрать еще остатки огурцов холодает моментально вот как в горах только солнце присела и сразу дубарина так еще надо мне на огородики моем собрать мой главный куст из два куста с него обязательно семена возьму нормальненько с двух кустиков и так что мы имеем помидорки еще помидоры и еще помидоры огурцы и две пекинские капусты еще две вот там лежат сбоку камеры и перцы тоже штук пять перцев шесть от сергея стемнела температура еще больше упала сейчас покажу что происходит у меня здесь есть значит детектор мороза крышка где находится оборудование для скважины видите как все блестит теперь лед жесть зима пришла зоробушкин базар ярмарка нашествие котов помните как-то пару видео назад я говорил по поводу того что нашел мелису возле яблони так вот это не мелиса оказывается а кошачья мята или котовник кошачий называют его еще и эту траву очень любят кошки сейчас проверим насколько это правда а личинку которую я показал с таким с красным выступом на конце это краснохвостка ночная бабочка гусеница ночной бабочки она относится к вредителям жрет яблони ну все ест листву ест у нас ведьма очень мало раз и впервые увидел но сейчас за кошачьей мятами пришли вот они идем проверять ммм пахнет вкусненько кэс 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 смотрите что у меня есть кошачья мята что что кошачья мята как запах что-то как-то ноль внимания ну что иммунитет просто понюхали ну и все и чё да им пофиг странно как-то котики не реагируют на котовник ну я буду я больше их реагирую так что листья кукурузы уже повяли больше она в размере не увеличится так что можно собрать всю кукурузу имеющуюся не кормовая кукурузка сортовая сладкая я наверно пару раз жизни только ел кукурузу не кормовую и того 9 кукурузин из 10 кукуруз да в общем то вот эти две кукурузины я оставлю на семена примерно вот в этой кукурузине которая слева 250 зернышек ну в этой примерно столько же будет в этой зернышке покрупнее вот эти две кукурузи наиболее красиво выглядят а те наверно сожру еще надо с Сергеем проконсультироваться разложил помидоры огурцы перцы в такие коробки накрыл бумагой так перцы в таком состоянии наибольше долго продержатся здесь помидоры здесь тоже помидоры тут огурцы в этом тамбуре достаточно прохладно средняя температура между улицей и помещением на улице ночами сейчас заморозки в доме плюс 24 и того здесь где-то у нас градусов 12-13 а здесь у меня стоит коробка дозревают перцы помидоры тут тепло много красных помидоров которые выделяют вещества не помню куда с ним выделяют и это позволяет всем остальным дозревать быстрее а здесь под бумагой персики предлагаю продегустировать микроарбузик красный арбуз правильно есть ложкой сладкий только что маленький это арбузы гибриды поэтому семечки из них собирать не знаю я насобирал семечек у соседки был день рождения она там дал свои арбузы мы ели очень сладкие арбузы и они не гибриды и вот с этого сладкого арбуза я семечек набрал сладкий вкусный арбуз только хвастаться нечем его размер оставляет желать лучшего ну ничего в следующем году буду устраивать огороды вышедшие из под контроля сейчас на улице днем на градуснике плюс 22 градуса градусник в тени находится плюс 22 градуса тепло тепло солнышко еще греет а ночами ноль и скорее всего легкий минус под утро уже где-то последние лет пять у нас холода хороший мороз наступают достаточно поздно в середине января Сергей разрезал свой арбуз дал мне попробовать вот он с пятнышками ну вроде бы бочинка желтая но арбуз все еще не был созревшим если у меня выросли маленькие но созрели то у Сергея вырос большой и не успел созреть не хватило буквально месяца еще у нас в Беларуси в сентябре еще должен был быть теплый месяц без заморозков хотя я помню как-то в детстве когда шел в первый или во второй класс после ясей первого сентября то я четко помню утром был ини на траве то есть это я о том что в следующем году нужно будет предпринять какие-то действия чтобы арбузы успели вырасти чуть раньше их посадить и укрыть спонбондом чтобы весенними заморозками их не заморозило ну как-то так попробовать сделать меня еще удивляет что листья все зеленые на деревьях какие заморозки какая зима еще лето еще арбузы надо сажать еще у нас в этом году почему-то очень мало дождей очень мало дождей и грибы вообще не растут вообще ноль грибов в лесу но на днях передают целый день дождь будет идти вот сегодня завтра пятница суббота суббота всю субботу будет идти дождь а у меня на зиму дровник только наполовину заполнен только пол дровника вот мои дровишки которые я должен еще напилить еще напилить ну передают дожди как они хорошо подсохли вообще сказка если целый день будет идти дождь они очень сильно промокнут поэтому нужно их накрыть накрыть каким-то тентом тент дрова накрыть о другое дело на зиму сухие дрова столь же важны как еда в доме с сырыми дровами никогда дом не протопишь так вот дожди пойдут и может быть вместе с ними грибы начнут расти я тут сделал интересное вот такие штуки сохнут лаком покрыл уже второй раз это я делал полную чистку дымохода своей ракетной печи видео о этом большое видео скоро выйдет на канале полностью значит вскрывал дымоход печи вот здесь раздалывал добирался до дымохода у меня там тройник стоял поднимал крышку все там прочищал от золы и здесь разобрал тоже добирался до тройника и вычищал золу пепел и вот эти кругляшки положатся сюда потом чтобы в следующие разы был быстрый доступ к прочистным отверстиям и у меня дела со строящейся новой печью сегодня планирую заложу в этот участок подниму еще один слой кирпича и подготовлю печку к последующей штукатурке совсем чуть-чуть осталось потом останется покраска всего создание полочек шторки повесить вот такие у нас пироги и всем пока я считаю что нужно протестировать этот арбузик с этой стороны желтенький ну как мы видели по арбузу Сергея желтый это еще не значит что созревший вообще белые может это желтый ну-ка надо попробовать 6 арбузик был бы такой вкусненький наверное нет он вообще зеленый в компост и так он не она это оно оно на